Слово на Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Человек часто проходит мимо великих событий, не вдумываясь в них, скользя лишь по поверхности, не углубляясь в их суть. Обратим же свое внимание на предстоящее нашему взору торжество. Сегодня мы празднуем Рождество Господа Иисуса Христа. От начала мира не было события более важного и поразительного, чем Рождество Христово. Господь Бог Вседержитель, единым словом создавший весь мир, невидимый и видимый, сотворивший небо и землю и все, что наполняет их. Сей Бог смиряет себе, творит из кровей благословенной Девы Марии себе плоть, рождается в вертепе, полагается в яслях беспомощным младенцам. Ужаснулось небо, подвиглись концы земли, совершилось величайшее чудо и таинство, непостижимое вполне и для высших горних чинов, а не только для человека. Для чего же Господь так смирил себя, придя на землю? Ответ один – чтобы спасти человека. Но если ради этого Господь воплотился, то нужно признать, что человек представляет какую-то особую ценность, ибо ради ничтожной, не стоящей вещи не могло быть употреблено такое средство. Еще царь и пророк Давид за тысячу лет до Рождества Христова восклицал в недоумении. Господи, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его, малым чьим умалил еси предангелы славою и честью венчал еси его? Псалом 8. Тем более мы должны в страхе и благоговении пасть пред Господом и восклицать. Господи, что же есть человек, что ты не возгнушался прийти к нему, сокрыв свое божество и благоволив сделаться человеком? Что же за ценность представляет собою человек? Слово Божие отвечает, что он является высшим творением Божиим. Человек – есть образ Божий. Все сотворено Богом всемогущим Словом. Да будет свет, сказал Господь, и стал свет. Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя породу ее, и древо плодовитое, приносящее породу своему плод. И стало так. И сказал Бог, да произведет вода присмыкающихся, душу живую, и птицы да полетят над землею по тверде небесной. И все совершилось по Слову Божию. Когда же Господь приступил к творению человека, то, как бы думая и советуясь между лицами Святой Троицы, прежде сказал, «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Бытие, глава 1, стих 26. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизнь, и стал человек душою живою». Бытие, глава 2, стих 7. То есть особым актом, действием, отличным от сотворения всех прочих существ, творится человек. Господь сначала сотворил тело, а затем вдунул в него дыхание жизни, то есть вложил в него как бы частицу своего божества. Вот почему пророк Давид от лица Божия говорит о людях в Псалме. «Я сказал, вы – Боги и сыны Всевышнего, все вы» – Псалом 81. Истину этих слов подтвердил и сам воплотившийся Господь Иисус Христос иудеям, обвинившим Его в том, что Он Бога называет Своим Отцом, и тем делает Себя равным Богу, и схватившим камни, чтобы убить Его. Господь так им ответил, «Разве не написано в законе вашем?» «Я сказал, вы – Боги, и не может нарушиться Писание» Евангелие от Иоанна, глава 10, стихи 34-35. Итак, человек есть образ Бога невидимого, он несет в себе частицу божества. Человек так прекрасен был до грехопадения, а тем более после искупления Господом, что угодники Божии, для которых открыты были тайны неба, говорят, как, например, Макарий Египетский. Нет ни на земле, ни на небе ничего прекраснее души человеческой. К вечному блаженству был предназначен человек, но завистью дьявола он пал, изменил Богу, добровольно перешел на сторону клеветника дьявола, захотел познать не только добро, которое он знал в раю, но и зло, которого не знал. А отпадши от Бога, он подвергся заранее возвещенному определению Божию «смертью умрешь». Бытие, глава 2, стих 17. Умерли Адам и Ева душою, омрачился ум их, извратилась воля, исказилось сердце, вместо небесного тела получили грубую плоть, подобную скотам. Проклята была из-за них земля, и сами они обречены на скорби, на познание зла, которые по совету дьявола захотели познать. И чем дальше, чем более размножалось человечество, тем сильнее происходило омрачение человека. Чтобы человек не отчаялся и не погиб окончательно, Господь дал ему обетование, что в свое время семя жены, а не мужа, то есть Христос, родившись от Девы безмужно Духом Святым, сотрет главу змия и спасет человека. Это таинственное событие мы ныне и празднуем. Пожалел Господь свое создание и сошел на землю, чтобы спасти погибшее горохищное овча, сошел на землю, чтобы вновь вознести нас на небо, принял образ человека, взял на себя грехи всего человечества. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. Иисус Христос открыл заключенные двери рая. Он вновь воздвиг духовную лествицу, по которой человек может подняться на небо. Приняв плод человека, Господь возвысил его превыше ангелов и облег славою высшую, чем была слава Адама Первозданного. Если мы действительно станем истинными христианами, если понудим себя на деле исполнять то, чему учил пришедший ради нас Господь Иисус Христос, то и мы удостоимся этой славы. Иисус Христос, сподобившиеся Царствия Божие, просветятся, как солнце. На горе Фавор Господь показал будущую славу человека. Лицо его было, как солнце. Одежда блистала, как молния. Эта внешняя красота и слава есть лишь слабый намек на величайшую славу внутреннюю. Ибо, по слову пророка, вся слава тщери царевы внутрь. Псалом 44.